Здравствуйте дорогие телезрители! Сегодня очередной праздничный день, а значит и новая полезная информация от Ксении Вьюшковой и Олега Соловьева. Тема нашего выпуска многообещающая, впрочем, как и каждый Новый год. Начать жить с чистого листа. Такую возможность предоставляет новогодний праздник каждому. Как правило, декабрь это подведение итогов прошедшего года, а вот в начале января большинству людей уже составляют планы на грядущие 12 месяцев. Сегодня мы расскажем вам о самых популярных желаниях и обещаниях самому себе на Новый год. Итак, лидер в нашем хит-параде планов на Новый год желание привести себя в хорошую физическую форму. Но чтобы похудеть, нужно потратить немало сил, как физических, так и душевных. Но в Новый год столько всяких кулинарных соблазнов, что тут куда более реальным выглядит обещание не похудеть, а хотя бы не растолстеть еще больше. Но если подвиг все-таки совершен и несколько лишних килограммов сброшены, то здесь возникает вечная проблема всех регулярно худеющих – сохранить хороший результат. Следующее обещание самому себе касается кровно заработанных. Чтобы наслаждаться душевным покоем и безмятежностью, необходимо всегда быть очень внимательным при решении своих финансовых вопросов, быть в курсе собственных доходов и в соответствии с их масштабами выстраивать свои расходы. Для этого необходима довольно серьезная дисциплина. Особенно это актуально в наше время, когда чуть ли не на каждом шагу потребителям предлагают взять краткосрочный кредит. Ведь если подумать хорошенько, то через указанный в договоре срок деньги-то все равно из вас вытянут, причем больше, чем было потрачено на вожделенную покупку. Поэтому стоит проявить немного терпения, накопить самому нужную сумму и сделать покупку спокойно. К тому же по ее реальной цене, без переплаты за кредит. Сюда же можно отнести и желание расплатиться с долгами и не брать их снова. Секрет того, чтобы избавиться от долгов, прост. Нужно просто перестать брать долг. Иначе это классический замкнутый круг. Конечно, бывают серьезные случаи, когда речь идет об ипотеке на жилье или, если нужно, дорогостоящее лечение. Но это из-за разряда жизненной необходимости, когда выбирать не из чего. А вот во всяких мелочах лучше проявлять характер и закалять силу боли. Озабоченность вызывают и традиционные ценности, такие как общение с близкими. Поэтому многие хотят больше времени уделять семье и друзьям. Удивительно, ведь обычно это как раз то, что всем совершенно искренне хочется делать. Но почему-то постоянно что-то мешает. Все время возникают какие-то сверхсрочные дела, которые после того, как драгоценное время безвозвратно потеряно, оказываются на самом деле либо не такими уж срочными, либо не такими уж важными. Поэтому, чтобы время хватало на все, его необходимо. Как это не банально звучит, планировать. А еще лучше положить себе за правило хотя бы раз в неделю выделить время для общения с близкими. И где-нибудь в какой-нибудь дружной компании в какой-то момент встретится она или он. Та самая вторая половинка, о которой мечтают очень многие. Наверное, на свете нет ни одного человека, который бы не хотел иметь родственную душу. Множество людей ищет для себя того самого, кто мог бы разделить их взгляды на мир и стать спутником жизни. Того, кто мог бы разжечь в них интерес к жизни, создать новые стимулы. Не знаю, как тебе, а мне подобные желания кажутся очень разумными. А главное, реальными. Ведь получается, чтобы стать счастливее, нужно просто взять себя в руки и внести в свою жизнь немного дисциплины. Не откладывайте выполнение своих обещаний и начните их осуществлять прямо сейчас. А мы с вами прощаемся. Увидимся завтра в это же время. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok